Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня, братья и сестры, мы с вами слышали евангельское повествование о немилосердном должнике, а вернее, притчу о немилосердном должнике. Я бы хотел, чтобы мы с вами этот евангельский текст услышали бы на русском языке, чтобы немного поняли, о чем речь нашла. Посему Царство Небесное подобно Царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему десять тысяч талантов. А как он не имел чем заплатить, то Государь его приказал продать его и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и кланясь ему, говорил, «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, милосердившись над рабом, тем отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему сто динариев, и, схватив его, душил, говоря, «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его упал к ногам, умолял его и говорил, «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долг. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились, и придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит, «Злой раб, весь долг я простил тебе, потому что ты упросил меня, не надлежало ли и тебе помиловать товарища своего, как и я помиловал тебя. И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего, брату своему согрешению». Таково евангельское повествование, которое мы сегодня с вами слышали. И вот сегодня Господь сравнивает Царство Небесное с Царем, который пришел, дабы получить, вернее, посчитать все те прибытки, все то имущество, которое накопилось. И вот находит, что должник один имеет задолженность в 10 тысяч талантов. Чтобы представить себе, что это за сумма, это сумма, наверное, зарплаты, годовой оплаты заработного труда, 3 тысяч рабочих. То есть это большие, сумасшедшие деньги. И вот здесь он повелевает продать в рабство всех его детей, жену, чтобы он мог как-то хоть частично восполнить свой дом. Но тот, взвалившись, падает при дневнице и государь прощает. Что значит простить? Это значит пострадать за того, кого прощаешь. И в данном случае, ну что ж, царь, который невиновен в том, что ему должны, получается, страдает тем, что он вычеркивает из своей казны эту сумму в 10 тысяч талантов. И таким образом получается убыток. Но чем руководствовался царь, согласно Евангелию? Он прощает не за то, что тот должен, а за то, что тот осознал свой долг и понимал свое плачевное состояние, в котором находился, состояние должника. Что он понял, раскаялся, просил на коленях простить его. Царю понравилось то, что его мольба о прощении ему долга возникла в связи с тем, что он расстанется со своей женой, со своими детьми. То есть, своего рода, он сам приносил в себя некую жертву. Ну, жертва простая, унизился немного. Встать на колени, попросить прощения. И вот всего лишь за это небольшое вот такое деяние все-таки Господь как-то вот царь умилосердился, тронул его сердце и он прощает этому должнику. Но читаем дальше и понимаем, что раб тот как-то неправильно поступает. Ведь его простил. Простили ему долг в 10 тысяч талантов. Это, наверное, может быть сейчас может быть 50 миллионов долларов. Представьте себе, да? И тут находят и встречают друга, которому должен 100 динарий. Ну, для представления это, в общем-то, заработная плата, квартальная заработная плата одного рабочего. Ну, небольшая сумма 100 динариев. И тот начинает его душить, этого должника, который спокойно шел, тот увидел и начал припадки, бешенство. Ну, и тот, который должен 100 динариев, стал просить у того, кто был некогда должен 10 тысяч талантов. Ну, в отличие от царя, который, праведного царя, который был, увидел этот вопль, простил, этот не прощает и посадил в темницу своего друга. Ну, и узнав об этом, царь разгневался, ну, понятен его гнев, правильно? Что ж, я тебя простил, а что ж ты этот мизер своему другу не простил? Ну, и тоже его вместе со своими сиротниками в темницу заключил, чтобы неповадно было. Вот. То есть, получается так, что вот этот вот случай, когда нас лично, получается, Господь прощает нам долги, а когда перед нами кто-то должен, мы с вами порой действительно в наше время забываем прощать и каждый раз пытаемся кого-то буквально засадить за решетку. Вот, согласно, конечно, юридическим нормам, вот, согласно справедливости, причем наша человеческая справедливость, она находится на гораздо низшем уровне, чем божественная справедливость. Эту божественную справедливость, наверное, даже невозможно ничем объяснить. Она выше. Видите, она всепрощающая. А наша человеческая справедливость мелочная, непрощающая. И всякий раз мы пытаемся за что-то ухватиться. Порой вот это вот возникает борьба за имение тогда, когда ну вот кто-то скончался и имеет там трехкомнатную квартиру. И до того у этого человека не было вообще никаких родственников. Никто не приходил за ним ухаживать. Никому он не нужен-то был. Никто ему не приносил ни еды, ни хлеба. Тот сам ходил с клюхой, приносил, обслуживал себя. Ну и когда тот человек скончался, сразу появляется неимоверное количество родственников, которые и каждый из них претендует на хотя бы какой-то лишь квадратный метр этого имущества, этой квартиры в данном случае. И получается так, что до того близкие родственники становятся такими страшными врагами, что, наверное, я думаю, что даже националисты в Украине и Донецкая Республика по своей жестокости не сравнятся в своих военных действиях, как порой родственники между собой начинают войну. Причем эта война становится настолько закоренелой и долгосрочной, что, казалось бы, хоть они не стреляют друг в друга, но такие усказываются слова пульные в адрес друг друга и настолько долго проклинают, что, знаете, порой даже, может, атомная война кажется лучше в данном случае. Так вот, когда у нас возникают претензии к имуществу и тогда, когда нам кто-то должен, пожалуйста, вспомните эту евангельскую притчу о должниках. Господь нам ясно указывает о том, что мы должны всем все прощать, а иначе нам Господь не простит ничего. Если мы с вами прощаем, то, соответственно, и прощены будем. Если не прощаем, то ждет нас темница. В данном случае темница это что? Ад. Что такое ад, братья и сестры? Вы думаете, что это подземелье, далекий митрополитен длинный, правда? Где там темно, а рай это, например, наверху с облака на облако люди перепрыгивают, ангелы поют. Нет. Ад и рай это состояние души. Отличие следующее. В раю то есть состояние души, когда Бог есть в нас, а ад это отсутствие всякого Бога. Это тьма, это пустота. Это тьма, она бесцветная, она темная, непонятно, кромешная, кромешная, можно так назвать. Так что, дабы нам не впасть в состояние темницы, нам с вами нужно всякий раз помнить то, что Господь нам прощает гораздо больше, чем мы прощаем своим должником. всякий раз, когда вы думаете подать в суд уголовное дело какое-нибудь, там, на воровство или еще какое-то злодеяние, вы подумаете, а стоит ли иногда это делать. Потому что порой бывает за какую-то сворованную лопату какой-то молодой человек сидит лет восемь. потому что бабуля, которая эту лопатку покупала, посчитала, что это великой ценностью, и что человек должен пострадать, чтобы он больше не воровал. Но, с другой стороны, у этого молодого человека получается исковеркана вся жизнь, вся судьба. Хоть понятно здесь какая-то наука, чтобы люди больше таких грехов не творили предзаконом человеческим. Но, с другой стороны, нам нужно вспомнить вот эту притчу, насколько мы порой пред Богом еще большие должники. Здесь не о лопате идет речь, о целой фабрике лопат, не об одной, а тысяче, которую мы должны, и которую мы своровали, тем, что мы с вами творим грех и беззаконие. Я думаю, что мы с вами поняли, что хотел нам Господь сказать сегодня в Ивангах. А я бы просил вас, братья и сестры, вот прийти сегодня домой, сейчас заниматься не сплетнями, кто, что, как, где, с кем, когда, а прийти, по дороге идти и вспоминать, что сегодня мы с вами услышали, а дома взять Священное Писание и еще раз вдумчиво прочитать, что сегодня мы с вами изучали. А изучали мы с вами 18 главу Евангелия от Матфея с 23 по 35 стих. Притча называется «О немилозердных должнике». Аминь. Спасибо. Причастники, выслушайте слова молитвы по святому причащению. Слава тебе, Боже, слава тебе, Боже, слава тебе, Боже, слава тебе, Господи, Боже, 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 безусловно, по святому, безусловно! Боже, Боже, безусловно, безусловно! Боже, боже… Продолжение следует...